Почему специалисты обычно не верят в чудеса, чем женский волейбол отличается от мужского и когда подопечные Антона Колбунова точку в чемпионате страны поставят обо всем по порядку? Попробуем подвести промежуточные итоги. Собственно, со специалистов и начнем. Те, кто по роду своей деятельности в волейболе разбирается, иллюзии относительно того, чем для команды Алтая-Гау завершится этот сезон, не питали. В спорте все построено таким образом, что триумф и поражение одинаково зависят от множества факторов, и все их надо учитывать. Если исходить из турниров задач, мы ожидали такой результат предварительных игр, что мы в первую шестерку не попадаем. Сейчас нам будет интересно сыграть с командами из Европы. Единственная сложность, что немножко ослабится наш состав по сравнению с серединой чемпионата, два человека не поедут. А так мы готовимся, планомерно все, будем биться. Да, можно было где-то добавить, особенно в последних двух турах. И задача была перед командой стояла, чтобы мы как минимум сыграли на 10 побед. Это, конечно, была очень тяжелая задача для реализации. Но, тем не менее, шансы у нас были. Все в лучших чисто русских традициях. Они медленно запрягали, долго не могли тронуться, но зато потом ехали быстро. На старте чемпионата флагман женского волейбола на Алтае не за турнирное положение боролся, а был вынужден банально наигрывать состав. Для молодежи, которая приходит в команду регулярно, но возможности полноценно посидеть на скамейке не имеет, требовалось время на вкатывание. Плюс, хотите вы того или нет, но между женским и мужским волейболом разница колоссальная. Нюансов здесь как звезд на небе. Идти к цели тяжело не только физически. Влияние психологического фактора на результат в командных видах спорта пока еще никто не отменял. Как-то девчонки как-то более, не знаю, может быть мы просто не показываем свои эмоции, это очень тоже сказалось на наших играх. Нужно как-то более раскрепощенно играть, я думаю. Кто в сибирской группировке стал самым неудобным соперником для дружины с Алтая, при желании разобраться нетрудно. Претендентов на этот титул как минимум трое. Ну, с лидером по определению все понятно. Второй в списке претендентов значится команда Владивостока. На третьем месте Куйбышевский Олимп. Ему, наверное, по итогам основного этапа подфартило больше всего. Ну, вот с Олимпом у нас часто бывали такие, так сказать, зарубы. То есть с ними очень интересно играть, потому что вот это такой соперник, с которым, ну, вот, просыпается дикое желание, вот, одолеть его, попадаться с ним. Сложнее всего, конечно, с лидерами, потому что сразу видно преобладание их мастерства, опыта. То есть и к тому же возраст все-таки. Там играют мастера спорта, с ними, конечно, было интересно, но трудно всегда играть. И, наверное, команда Олимпа, тоже непонятно, мы как складывались встречи с ними. Вот, ну и Приморочка, наверное. То есть вот эти вот топ-3 команды нашей зоны, с ними достаточно было проблематично играть. Да, мне кажется, все команды, со всеми командами играть интересно, потому что, вот, например, взять Ангару, они такие девчонки эмоциональные, и они всегда настраиваются на игру, как бы, с положительным таким настроем. Поэтому в каждой команде есть такая изюминка. Я считаю, что вот в нашей высшей лиге «Б» все команды на одном уровне, но вот именно Сахалин более опытнее, чем вот мы, мы молодые, мы амбициозные девчонки. В рейтинге с приставкой «Самый», самое обидное для барнаульских волейболисток то, что близок локоток, да не укусишь. Они могли побороться за пятерку сильнейших лиги «Б» и попасть в нее, вне всяких сомнений, было бы приятно, но это больше походило бы на исключение из правил, потому что причинно-следственная связь не должна нарушаться. Мы плохо начали чемпионат, и нам буквально нескольких побед не хватило для того, чтобы выйти в основную шестерку. И это, наверное, самое обидное, то, что мы боролись до конца, но тем не менее, чтобы выйти в шестерку, нам было необходимо на последних двух турах выиграть 10 из 10 игр, и для нас это, ну, фактически невозможно. То есть играть с лидерами на равных мы пока что еще не готовы, и, наверное, это самое обидное для нас. Проверить глубину амбициозности своим подопечным Антон Колбунов предложил в двух последних турах. В ситуации, когда от тебя требуется подвиг, глупо рассчитывать на везение. Команда – это живой организм, крайне сложный и требующий тонкой настройки. Для тренера помочь своим подопечным отыскать мотивацию всегда – задача серьезная. А без такого супернастроя о втором дыхании и говорить не приходится. Очень сложно, это еще и девочки, не знаю, у них вот что-то свое там. Ну, на самом деле, да, очень сложно. Ну, каждый раз обращаешься к этому, к мотивации, что необходимо, нужен результат. Надо потерпеть, набраться сил в конце, выложиться. Ну, на самом деле, тяжело. Итак, команда набрала кондиции и усиление подоспело. Добавились сразу два игрока – Александра Иванова и Дарья Потапова. Вот тут и появился шанс по итогам двух последних туров попасть в шестерку сильнейших. Теоретически, перед двумя турами, ну, теоретически нужно было выиграть оставшиеся 10 игр, что эта теория и осталась теорией, так сказать. Были шансы, на самом деле были. Теоретически, но они были шансы, да. Все зависело только от нашей игры, от наших кондиций. Так как мы подойдем к туру, ну, к сожалению, там возникли тоже проблемы со здоровьем некоторых игроков. Плюс вот эта вот накопленная усталость, уже к концу подходит и чемпионат. И вот эти два тура очень сложных подряд, они для всех, не только для нас. Но, к сожалению, те, кто игроки более опытные команды, они, конечно, за счет мастерства, опыта, может быть, расширенного состава, да, вот скамейка у кого большая, они этот двухнедельный тур, они прошли более легко. Чудеса, они все больше в сказках бывают. В реальной жизни одни сплошные трудности и непрерывный процесс их преодоления. 10 игр в Приморье они, увы, не выиграли. А вот дружину из Владивостока, место в шестерке сильнейших, лишили. Ответ на вопрос, почему Приморочка под конец званого ужина осталась без сладкого, звучит просто. Дело в том, что незадолго до Нового года коллектив лишился центрального блокирующего, что тут же сказалось на качестве игры. Как следствие, теперь в волейболистах ждет борьба за места во втором финальном эшелоне. Хотя сам факт того, что барнаульцы на последнем туре выбили команду Владивостока из седла, безусловно, впечатляет. У нас тоже с ними непонятно складывается. Первую игру мы им проиграли, сам последнюю игру на туре их выиграли 3-0, поэтому все. Мы же с девушкой, мы не знаем, от чего это зависит. Минимум выполнили, так скажем, минимум выполнили. Поэтому результатом, в принципе, довольны. Команда, ну, конечно, устала. Лично я в боевом настроении биться за седьмое место все-таки, чтобы не оплошать перед болельщиками, перед родными, которые смотрят мои игры, перед тренером, руководством. Вот нас ждет тяжелый долгий тур, 7 игр, то же самое опять это проходить. Но, тем не менее, я считаю, что у нас есть все шансы занятия в моем месте. Как сделать так, чтобы женский волейбольный флагман радовал болельщиков и печалил соперников, штурмуя вершину Лиги Б, известно. Те, кто поумнее и не кривит душой, понимают, что одним только финансированием проблему, как по щелчку, не решить. Да тут в комплексе, я не думаю, что, скажем так, дайте нам деньги, и мы вырастем на голову. Тут нужно и комплектование резерва, и спортивный зал, где тренироваться можно будет не то, что без ограничений, но не испытывать сложности в этом плане. Тут все вместе, и клубная работа, она завяжется, но в основном, конечно, это резерв. Резерв и помещение, спортивный зал, это очень важно. Бороться за седьмое место они будут в начале апреля, скорее всего, в Пензе. Ну а цифра семь – цифра счастливая. По нынешним временам главное есть, куда расти и к чему стремиться.